На ранних моделях корабля «Калкамарат» встречается такая проблема иногда. Когда бункер полностью закрыт, он издает вот такой вот звук. Если немножко бункер приоткрыть, то этот звук пропадает. Для того, чтобы решить эту проблему, можно настроить сервопривод. Для того, чтобы зайти в меню, нажимаем кнопку «Ок» коротко, чтобы загорелся монитор. Теперь эту же кнопку «Ок» нажимаем долго и удерживаем. Вот мы зашли в меню. Переключаемся кнопкой «Даун» на функцию «Сетап». Коротко «Ок» нажимаем. Кнопкой «Даун» опускаемся до «Эндпоинт». Опять коротко «Ок». И опять же кнопка «Ок» коротко опускаемся до пятого канала, если вы опытным путем выявили, что у вас гудит левый бункер. Либо до шестого канала этой же кнопкой, если вы выявили, что у вас правый бункер гудит. В данном случае гудит левый бункер. Вот я его закрыл полностью. И он гудит. Это пятый канал у нас. По ходу движения, если смотреть. Пятый канал. Вот мы сюда опустились. Кнопка «Ок». И теперь кнопкой «Даун» мы уменьшаем проценты, пока не пропадет звук. Вот он пропал. Если дальше нажимать, мы видим, что тем самым мы приподнимаем чуть-чуть бункер. То есть нейтральное положение его регулируем. Вот я советую делать так, что вот опускаете кнопкой «Даун», поднимаете, вернее, бункер. Вот он перестал гудеть. Попробуйте еще на 1-2%. Чтобы, когда бункер приподнимался, небольшой люк был. Люк был, но звука не было еще. Если чуть больше приподнять, появляется звук. Чтобы небольшой люк был. И также еще, когда вы так настроите, вам еще нужно нажать на бункер. Как вроде вы сюда прикормки положили. Если не гудит, значит вы его правильно настроили. Все, если у вас так же самое на шестой канал переключаемся, так же само можем отрегулировать правый бункер. Вот он гудит. Вот гудит. Опускаемся, пока не перестанет гудеть. Вот перестал. И еще пару процентов. Вот все. Проверяем люк небольшой, чтобы был. Все, можно еще один процент. И нажали на бункер. Желательно еще вот так открыть его. Потом закрыть. И нажмите на него. Если не гудит, значит вы настроили его правильно. Все. Для того, чтобы сохраниться, вот если монитор у вас выключен, подсветка, коротко нажимаем ОК, чтобы включился монитор. И сохраняемся кнопкой Канцел долго нажимаем ее. Вот все. Проверить мы можем, зайдя опять сюда, кнопка ОК. И вот мы видим, что настройки, какие мы выставили, такие не остались. Также можно настроить, когда бункеры сбрасываются. Вот для красоты. Можно их подправить. К примеру, они у вас там, к примеру, неровно стоят по какой-то причине. Вот мы заходим, так же самое, пятый канал. Когда уже бункер открытый, вот мы заходим, пятый канал. И мы так же само этими кнопками АП и ДАУН можем регулировать бункер, насколько он ровно стоит. Вот открыли два бункера и можно их выровнять ровненько, чтобы они стояли. Можно даже настроить, чтобы чуть сильнее сбрасывалось. Вот так вот можно. Но на всю не рекомендую ставить либо ровно, либо чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы они сбрасывались. Кнопка ОК мы можем опять же переключиться на шестой канал. Это у нас правый бункер. И так же само его настроить. Все, настроили, примерно они одинаково стоят ровненько. Так же само сохраняемся кнопкой Консел, когда монитор включен. Напоминаю, чтобы включить монитор, подсветку монитора, коротко нажимаем кнопочку ОК. Вот сейчас монитор потухнет. Вот потух. Чтобы его включить подсветку, коротко ОК нажали и сохраняем кнопку Консел долго. Для того, чтобы выйти из меню окончательно, коротко Консел нажимаем несколько раз. Все, мы вышли. Бункер отрегулировали. Проверили еще раз, нажали на один. нажали на другой.